Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас ждет мир настоящего постапокалиптического трэша! Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции Да, в моем прошлом много нехорошего, много грязи, того, что следует забыть и не вспоминать Порой сомневаюсь, а что было на самом деле, ведь такой бред Но именно прошлое сделало меня таким, готовым к БП, беспощадным воинам Хотя я в принципе духовный человек, не быдло, читаю книжки, слушаю не только шнура и сектор газа, но и классическую музыку Моцарта, например, или этого, как его там, Вагнера Я свернул на заросшую просеку и проехал сколько возможно Все, мой первый день автономного существования Пожалуй, сегодня накидаюсь Сперва выгрузил ящики, кейсы, упаковки и полторашки драгоценного напитка Перетаскал все добро в кусты неподалеку До схрона около двух километров Дня за три перетаскаю Я взглянул на уже изрядно побитый Лексус Надо что-то делать с ним После БП все равно превратиться в металлолом Поначалу я, конечно, обдумывал вариант с колесами Но при здравом размышлении отверг этот план Рыскать по округе в поисках топлива Рискуя нарваться на банды обезумевших людей Рисковать жизнью, чтоб прокормить кусок железа Да нахрен это нужно? Мой вариант крепкие ноги А когда наступит ядерная зима лыжи? Закинув пару ящиков на свои могучие плечи Я потопал к убежищу Туда не вела ни одна тропка Каждый раз, направляясь к схрону Я прокладывал новый маршрут Утоптанная тропа привлекала бы внимание Гребников или охотников А после Армагеддона и кого похуже Да, тяжко Да, приходится перелазить через поваленные стволы Продираться через подлесок Зато никто не выведает мое убежище От этого сердце переполнялось радостью Плюс тренировка на свежем воздухе Только благодаря заброске оборудования и припасов У меня появилась такая рельефная мускулатура Что было легче нести, выпил литра полтора по дороге Сил заметно прибавилось, как и настроение Но вот ящики как будто прибавили в весе Наконец, поднявшись по склону, очутился на полянке перед схроном Последние сотни метров шлось легко Кругом сосновый бор, вместо подлеска приятный пружинищий мох Вот я и дома Бережно поставив ношу, я внимательно проверил свои метки Тонкие ниточки на подступах к поляне оставались целыми Подойдя к небольшому пригорку, присел и внимательно порыскал взглядом Старая подружка F1 приветливо улыбалась из травки Аккуратно обезвредил растяжку гранату в карман Затем, сдвинув дер, нащупал дверную ручку, с силой потянул Герметичная дверь на хорошо смазанных петлях распахнулась Приглашая хозяина домой, в убежище Включив свет, замер Никак не могу налюбоваться прекрасным убежищем Сколько средств и труда вложено Мой схрон – это не грязная нора, набитая оружием и тушенкой Хотя это тоже имеется запасом на долгие-долгие годы Вообще здесь все, что нужно для комфортной жизни Приятная глазу отделка, просторная комната, холодильник, кухня, водопровод Санузел с ванной и унитазом, компьютер, книжки с фантастикой Еще две комнаты на нижнем уровне, оружейная и склад продовольствия Я занес ящики с пивом и поставил в прихожей В комнату проходить не стал, чтоб не пачкать ковер Прихватив еще баночку, я вышел на порог и закурил Красивый тут вид Океан безбрежного северного леса, пылающие облака, подсвеченные закатным солнцем Напоминает ядерный взрыв Красиво Пожалуй, успею сделать ходку до наступления сумерек Сайгу я повесил на крюк в прихожей Зачем таскать лишний вес? Подумав, положил револьвер на трюмо Он, в общем-то, нифига не легкий Растяжку тоже не будем ставить, это уже будет перебор с паранойей За час-полтора моего отсутствия вряд ли сюда забредет двуногий хищник Издав клич индейца от переполняющих чувств, я спортивной трусцой попрыгал вниз по склону Все еще не могу поверить, что наконец-то один И это прекрасно Вонь, шум, ложь и алчность больших городов позади Только я и дикая природа Уверен, мы станем хорошими союзниками Выбравшись к дороге, осмотрел свое добро Все на месте Никто не тронул драгоценные упаковочки Ну, кроме муравьев Через листву кустарников мрачно поглядывает Лексус Блин, опасно его тут оставлять Мало ли что Могут напасть на мои следы Кто? Да кто угодно Самый вероятный вариант армейский патруль Может даже с обученными на поиск псами-нюхачами Тогда точно загребут в армию, а это не входит в мои планы на ближайшее время Идея родилась моментально Сжечь его нахрен Не здесь, конечно, отогнать на несколько километров по дороге Надо только слить немножко бензика Можно перелить в полторашку из-под пива Для этого придется выпить Не выливать же добро Торопливо глотая, Чаковская завел мощный мотор Ну, поехали Жалко, конечно, сжигать этого красавца Трофей как-никак Но че поделаешь, суровая необходимость выживания Проехав километров пять по дороге, съехал на широкую вырубку Вот здесь нормально Сейчас зажжем не по-детски Чтоб лучше горело, я пособирал вокруг сухие ветки Куски бересты и щепки Щедро накидал в роскошный салон Порядок Теперь сливаем бенз Открыл крышку заливной горловины Блин, че ты делаешь, Санек, это же не твоя Нива Здесь такой фокус не получится Да и шланга нет Может просто запалить внутри костер Отделка пластик быстро вспыхнет А там и бензобак точно рванет А если не рванет? Я не могу тут ждать Слишком опасно Еще кто-нибудь проедет мимо Менты, егеря или армейцы Так Но есть же другой способ слить топливо Что-то сразу не догадался С пива, наверное Открыв капот, я скинул шланг обратки Потом завел движок И подставил пустую бутыль под журчащий ручеек Так всегда делал водитель шефа на прошлой работе Тара наполнилась быстро Я щедро оросил горючкой внутренности салона Пусть наполняется парами, это хорошо Еще бы добавить снаружи Топливо все так же хлещет Под машиной уже лужа Ништяк Я снова наполнил пластиковую бутылку Затем забравшись на крышу Начал поливать и там Но уже порядочно стемнело Как же ярко сейчас полыхнет Запишу на телефон Это фаер-шоу Но ютуб, конечно, не залить Зато можно пересматривать Долгими вечерами, когда настанет Всеобщий пипец Неожиданно яркий свет фар Высветил мою беззащитную фигуру На крыше Лексуса Две машины, джип и, кажись, Хаммер Блин Я уже спрыгнул, но сто пудов засекли меня Точно Первый автомобиль резко затормозил И начал съезжать на поляну Второй остановился на дороге Из Хаммера стали выскакивать люди Гортанные выкрики Я без труда узнал массивную фигуру Свети фар Тот, сука, чурбан Хозяин Лексуса Бежать нах Как они меня нашли Эй, сука, стой Иди сюда, сын ищака Заорали вслед Но я уже шмыгнул Защитную темноту леса Загрохотали выстрелы Совсем рядом что-то просвистело Маленькое и смертоносное Я залег под широким стволом Поваленного дерева Выходи, гандон Я узнал голос нового парня Своей бывшей Я твой башка отрежу Где ты там прячешься, э? Я лежал, не шевелясь Новая очередь хлестнула по опушке На меня свалилось Несколько перебитых веток Ты иди, сука, выходи Я твой рот иметь буду Халиль, ты успокойся, э? Вмешался второй обрек Ишь в лес бежал он, сука Я Аллахом поклялся Читот, имею ее рот Заорал сын Кавказа Посмотри, ишь, как темно Аллах не увидит Лексус шмейкс их твой нашли Поехали в город Я медленно высунул Сосредоточенное лицо из-за дерева Ништяк Они сваливают Переругиваясь на своем Неприятном наречии Южане принялись выбрасывать Из машины ветки и палки Что я накидал Надо бы бежать потихоньку Но я понимал, что дети горь Не прощают смертельных обид Наверняка еще ссунутся сюда Если... Если только их не припугнуть Как следует Да так, чтобы забыли Гады дорогу в этот лес Я вытащил из кобуры осу С последним зажигательным патроном И направил на черные фигуры Суетящиеся возле Лексуса Ты можешь быть мега снайпером Олимпийского уровня Но какой в этом толк Если в руках у тебя гребаная оса Остается полагаться на удачу Сколько метров до Лексуса? 25? 30? В принципе, достаточно Если зажигалка плюхнется где-то рядом Я так щедро наплескал бензина Что хватит отправить прямиком к Аллаху Штук 5-6 горцев Палец лег на скобу Я затаил дыхание Стоп! Внезапная мысль вонзилась Как раскаленный нож в печень Я же оставил флешку в магнитоле А точно оставил? Убрав осу, быстро обшарил карманы Тактических штанов и разгрузки Нету, блин Как теперь без музыки Без культурного наследия человечества? Что будет согревать мое сердце В условиях ужасов ядерной войны? Переходим к плану Б Он только что возник в голове Выманю всех в лес Затем по дуге вернусь к машине И заберу свое сокровище Да, классная идея Встав по весь рост Я радостно рассмеялся и крикнул Эй, чурки! Я тут! Шайтан, он здесь! Кавказцы принялись поливать лес Из калашей и ружей Пришлось снова залечь Когда отцвистели пули Я снова громко заржал Засали что ли? Эй, тебе пиздец, сука! Меняя на ходу магазин И вся свора бросилась за мной Я метнулся, что из дури Спасительную темноту Сзади мелькали лучи фонарей Я вижу, он там! Одиночные выстрелы Не стрелять! Живьем резать будем! Они не отставали Словно зверье, почуявшее добычу Блин, зачем я это затеял? Хрен с ней, с музыкой Надо было просто сжечь этих черных Краем глаза заметил Раскидистое дерево справа Зигзагом ныряю в его тень Заметили? Хз Со скоростью ниндзя Забрался метров на пять По удобным веткам Застыл, как могила Стараясь слиться с древесным стволом Приближаются Ты где, гандон? Ич, сука, спрятался Давайте ближе, козлы Я вытащил из кармана лимонку Зажал рычаг и выдернул кольцо Уже рядом Опустил рычаг эвки Пятьсот один Пятьсот два Бросок! Вспышка озарила лес Я сжался по ту сторону ствола, укрываясь от осколков Удачно кинул прямо в толпу брюнетов Кто-то залег Кто-то жалобно верещал Кто-то бежал обратно к тачкам Спрыгнув на землю, чуть не споткнулся Обосеченный осколками труп в кожанке Рядом завывает еще живой, зажав волосатыми лапами лицо Я поднял валяющийся калаш АК-74 Годное весло Пригодится в хозяйстве после БП Проверил магазин Перевел на одиночный огонь Воющий утих Эти не шевелились Чисто для контроля Черный громила трахарь моей бывшей Вяло двигает конечностями Я вздохнул печально Какой живучий, блин Медленно приблизился, держа на прицеле Хоть и темно Но в глазах борцухи читается паника Смуглое лицо кавказской национальности Стало белым от страха неминуемой смерти Ну что, Аллах заждался тебя Я с усмешкой упер дуло прямо в низкий лоб Эээ, брат, слушай, брат, не убивай, пожалуйста Задрожал он Я молчал Лексус себе возьми Только не убивай, брат Не брат ты мне Гнида черножопая С интонацией Данилы Багрова Произнес я Всегда мечтал сказать эту фразу Все вы русские фашисты Заорал Халиль Мы вас резали и будем резать А вот это было обидно Без разницы, чурка, белый, нигер или пиздоглазый япошка Я всегда готов послать 3,5 грамма стальной ярости В непонятливую башку Нечего было на телку мою прыгать, обезьяна Сказал я и нажал спуск Щелчок Чурка тонко взвизгнул, дернулся своей массой под моим берцем Проклятье, заклинило Хотел треснуть прикладом, но зверь почуял свободу Извернулся, сбивая с ног И рванул к машинам Я поднялся Ака на спину Дома разберу и почищу Оглядевшись, увидел помповик Зашибись Тос вроде Дешево и сердито Уважаю тульскую продукцию Ну что ж Поохотимся Я двинулся следом Чурбан уже выбежал на поляну Уцелевшие горцы завели хаммер И пытались развернуться Халиль увидал меня, выходящего из тьмы леса И, звыв, запрыгнул свой Лексус Я промчался мимо Надо остановить тех, других Неповоротливый хаммер тем временем застрял среди пней Яростно буксуя Поднимая гейзеры грязи и дерна из-под монструозных колес Подбежав, я стрельнул в открытое окно Кабину забрызгало красным фаршем Ништяк Походу, картечь Передернул помпу Тот, что был за рулем, открыл дверь, пытаясь выскочить Выстрел Бездыханное тело вышвырнуло из машины Порядок Я обернулся к Лексусу Чурка уже сидел за рулем Но ключи-то у меня Неспешной походкой я приблизился Морщись от вони бензина и дерьма Кажется, черный обделался Флешку Велел я Эээ, что? Флешка в магнитоле дал мне Не стрелай, пожалуйста Не буду стрелять Я положил заветную флеху в карман и закрыл на молнию Отпустишь, э? Конечно Швырнул ключи в открытое окно И не оборачиваясь, двинул прочь Надо собрать оружие с убитых и проверить машины Круто Пополню свой арсенал Уже дошел до Хаммера, когда мощная ударная волна опрокинула наземь Поляна озарилась багровым светом Это сдетонировали пары бензина в Лексусе Глупый Чурик стал его заводить Кругом сыпались горячие осколки и куски того, что осталось от Халиля Я лег на спину и расхохотался в ночное небо Походу не попить сегодня пивка Еще столько дел Надо сжечь еще два авто, блин Вытащив сначала все ценное, конечно В Хаммере я обнаружил сумку, набитую 5.45 Ништяк Посмотрим, что в другом джипе Че за хрень? Мне показалось, что авто слегка дергается Еще кто-то внутри Держа пушку в руках, заглянул в салон Никого Багажник? Я с опаской приблизился, открыл и... Десантура! Никто, кроме нас! Из багажника выпрыгнул здоровенный бугай в тельняшке и тут же растянулся на обочине Руки и ноги связаны скотчем, ноздри резануло ядреным перегарищем Ща порву, сучары, за ВДВ! «Ты кто такой?» Спросил я Чувак застыл, перестав опить и валяться в пыли Уставился непонимающим мутным взглядом «О, братка, да ты, еб ты, из наших! Где это я?» «В лесу» Ответил я, срезая путы десантника «Уяйся! А где Чехия, еб ты?» Он с восторженным взглядом оглядел поле сражения с догорающим лексусом «Зашибись! Накрыли этих сук!» «Ты с какого взвода, братка?» «Ты успокойся, дружище! Все нормально! Нет их больше! Меня Саня зовут!» «На меня, Вован!» Мы пожали руки «Найдется ствол лишний! Ща зачистим тут все на!» «Есть?» Я отдал заклиниши ока «Ча, мля, не чистили, что ли?» В руках Вован автомат казался игрушкой Я и сам не маленького роста, но едва доставал до плеча «Трофейный?» Я вытащил сигареты «Будешь?» «О, зашибись, куреха! От души, братка!» Зажав сигарету в зубах, десантник что-то быстро сделал сока «Заебок! Теперь в порядке, трещотка!» «Заебок! Теперь в порядке, трещотка!» Бывает так, что вроде бы не имеешь ничего против человека, но хочется его послать Казалось бы, чего проще отправить на заветные три буквы «Ведь тебе неинтересны его тупые проблемы, беспонтовые истории, плоские шутки?» «Одно дело, когда не хочешь обидеть!» «Совсем другое, когда надоедливое тело имеет больше сотни кило, крепкую мускулатуру, вооружено и к тому же с явно подтекающей флягой!» «Ты как в багажнике оказался, Вован?» «Мы шли обыскивать трупы и собирали оружие!» «Да ёпть, припёрся, значит, на сборный пункт! А мне говорят, а ты кто? Чё тут надо?» «А я им так война же, ёптать! Пришёл вот, бляха, записаться в вооружённые силы, а там хмырь такой сидит, жиром заплыл весь, как бегемот, драть его сраку!» «Пояник мой полистал своими сардельками, потными, мля!» Вован перевернул очередного мёртвого чурку. «О, зашибись-то, Тэшка! И знаешь, чё он мне сказал, Санёк?» «Что?» «Я забрал у другого мертвеца Макарыча нож!» «А, говорит, пиздуй-ка тебе вы нахуй, товарищ старший сержант!» «Я ему в смысле нахуй, товарищ майор!» «Он да вот так, типа, ты уже своё отслужил, и здесь, говорит, и без тебя справиться, ты понял, да?» Десантник склонился над следующим трупом. «Ага!» «Я ему говорю, значит, как же так? Я, блядь, опытный боец, две чечни за плечами, пять контузий нахуй!» «А он мне знаешь, чё отвечает?» Я задумался. «Видимо, иди нахуй!» «Сука, точно, блядь!» Заржал Вован. «Хотел с ноги в хлебальнику шатать, да не стал! Я же не настолько ебанутый!» «Берет на кача натянул, харкнул падли на стол и пошуровал на улицу, пока я делов не натворил!» «Блин, Вован, ты чё делаешь?» Воскликнул я. ВДВшник деловито отрезал уши дохлого горца. «Для коллекции, ёпты! А чё такого? В Чечне всегда так делал, приметы типа хорошие. Есть шнурок у тебя какой-нибудь, братка?» «Вряд ли найдётся, Вова». «Хуйня! Ща чё-нибудь придумаю!» «О, бля, не дорассказал, короче!» «Поехал я в центр, нервы, суку, успокоить!» «Забурился в рыгальную одну, взял пол-литра пельмешков!» «Флакон быстро улетел, хуль, а злость не уходит на!» «Ещё одну взял, закурил!» «Телефон вытащил, ёпт! Думаю, ща обзвоню корешей-сослуживцев!» «Через кого, значит, документы сделать, чтоб на войну взяли?» «И тут марамойка эта подлетает, ну-ка, сирша, ебать!» «Орёт, визжит, типа курить не положено, туда-сюда, новый закон, ёпт!» «Я говорю, да шатал я в рот эти законы, на войну не берут!» «А она всё единак да единак!» «Я уже хотел втащить слегонца так, чтоб заткнулось!» «И так сегодня сходил туда, и тут снова, млядь, отправляют!» «А она, крыса, поняла, ща хлопочет, из-за прилавок, прикинь, съёплась!» «Орёт, ща хозяину позвоню, да тебя вышвырнут отсюда!» «Я говорю, пох, звони, каракатица беспонтовая!» «Сижу, значит, дальше отдыхаю!» «Думаю, вот, блядь, кошёлка!» «И так башню рвёт, и эта тварь ещё подлила масло в огонь!» «Дальше, значит, отдыхаю, никого не трогаю!» «Тут гляжу, заходят чёрные, толпа целая!» «Кассирша на меня пальцем тычет, сучка!» «Главный вахабит, значит, ко мне!» «Говорит, айда, выйдем, поговорить надо!» «Я ж обрадовался!» «А чего ж не поговорить, говорю, айда, на!» «Хоть не зря вечер пройдёт!» «На улице, значит, стойку встал!» «Ну чё, сущары, кто первый, ёпта!» «А этот щетинистый мне шокером как ушатал!» «Меня с копыт свалило нахуй!» «Вот он, кстати!» Десантник с хрустом вдарил гигантским ботинком заросшее до бровей лицо и принялся резать уши. И отвернулся. «Пришёл себя в багажник и везут! Ну, думаю, трындец Вовану!» Продолжил он эпичную историю. «Попал в чеченский плен, бляха!» «Как же рад был, когда тебя встретил, братка!» «Тей же за мной должок!» «По гроб жизни буду обязан!» «Да ладно, Вован!» «Ничего ты не должен!» «Еб-то, Сань, ничего не знаю!» «Десантора своих не бросает, братка!» «Ты так и не сказал, кстати, с какого подразделения сам!» «Спецназ, ГРУ, ФСБ!» «Ловко Чехов тут захерачил!» «Да не!» «Скромно ответил я!» «Сам по себе!» «А, не пизди!» Вован хлопнул ручище мне по плечу. Чуть колени не подогнулись. «Гражданский, что ли?» «Я выживальщик!» «Уй, Ася, чё за выживальщик!» «Готовлюсь к войне, к различным катаклизмам, прокачиваю навыки выживания и владения оружием!» «Молоток, братка! Тебя бы к нам в роту в девяносто пятом!» «Ну, я тогда ещё мелкий был совсем!» «Мал да удал нах! Дай ещё сигу!» «Держи!» «А спиртяге нету! Ща бы двести грамм не помешало вмазать!» «Блин! Вот нюх у него набухло!» «Я со вздохом снял рюкзак, вытащил аптечку и бутыль с чистым медицинским спиртом!» «Мне бы самому он не повредил!» «Денёк был тот ещё!» «Снял колпачок, протянул Вовану!» «Ты первый, братка!» «Сказал ВДВшник!» «Так положено!» «Я резко выдохнул и сделал хороший глоток!» «Словно напалм залили в пищевод и затем в желудок!» «Я раскашлялся, пуская слезу!» «Эй, братка, кто ж так спирт керачит?» Добродушно усмехнулся Вован. «На отдохнуть вначале, чтоб поры потом выдохнуть!» «Хотя мне самому пох, чё спирт, чё водяры, как вода идёт!» «Зырь ёпты, как десантура пьёт!» Вован приложился к бутыльку. Кадык заходил вверх-вниз по могучей шее. «Почти весь спирт всосал ВДВшник!» «Вернув тару, он блаженно закатил глаза и глубоко затянулся!» «Заебок, Саня! Попустила хоть малость!» «Вован, ты извини, конечно, но я подустал сегодня!» «Говно вопрос, братка! Айда к тебе! Далеко живёшь?» «Да нет! В лесу! Убежище есть!» Ответил я, думая в этот момент, куда убрать трупаки. «Блин!» «Зачем я ему сказал про схрон?» «Пусти не впадлу переночевать, братка! А то я в душе не грибу, когда города выбираться!» «Как же мне избавиться от Вована?» «Рассказать первое правило выживальщика?» «Валя ёпты!» «Никому не показывать своё убежище!» «О, обижаешь, братка!» Десантник растоптал окурок и посмотрел недобро. «Без обид, Иван!» «Блин, чё же придумать?» «Кстати, надо ещё прибраться тут!» «Херня! Ща прикопаем по-быстрому!» «Ладно! Вижу, негостеприимный ты, Саня! Не по-товарищески это, братка!» «Тачка, кажись, целая! Уэду нах! Подскажи только, куда чё!» «В ту сторону!» – показал я. «Километров через тридцать на трассу выйдешь и налево. Там ещё километров сто двадцать. Только не советую в город ехать. Скоро начнётся ядерная война. Лучше переждать здесь!» «Уэси, дело горишь! Ну и вон нах тогда этот город! Здесь, блядь, бункер захерачу! А пока в хамере перекантуюсь! Инструментом поделишься, пила топор есть!» Я горестно кивнул. «Давай я тебе их утром принесу!» Делать это, естественно, не собирался. «Базара ноль, Саня! Нормальный ты, карифан, оказывается! Ступай, хуй, вижу, с ног уже валишься! Я тут сам приберусь!» Вован хищно осклабился, поглядывая на мёртвых горцев. «Блин! Что с ними будет творить наглухо контуженный десантник? Спрашивать об этом, конечно, не буду». Я пожал широкую лапу с наколкой в виде парашюта и надписью «ВДВ». Пошёл быстро, не оборачиваясь, а то опять увяжется и будет втирать всякую дичь!» И немного мучил стыд. За то, что соврал бравому вояке. «Но Вован полный, блин, неадекват! Таких нужно долго-долго лечить в комнате с мягкими стенами!» «Хотя кто знает, каким стану я после кошмаров и жести грядущего Армагеддона!» «Будем с Вованом тогда на одной волне!» Ухмыльнулся я. «Поскорее бы в схрон, в чистую постельку!» Как бодрый сайгак я бежал по обочине в свете луны. Спирт и адреналин подстегнули уставший организм. Охота курить! Оставил всю пачку Вовчику. Трофейные стволы бьют под туловище, но их вес приятен. Решил взять себе Тос, Макарыча и еще один калаш. Пухлая сумка патронов еле влезла в рюкзак. Маловато, конечно, если воевать с АК-74. Основной запас боеприпасов в схроне для верной подруги – сайги. Интересно, черные поедут искать своих собратьев? И они прочь снова разжиться полезными ништяками. Добравшись до нычки с пивом, закинул на плечо один ящик. С двумя уже будет тяжеловато. Но пиво надо срочно перетаскать, а то еще наткнется во ванн, не дай бог. Решено. Встану с первыми лучами солнца. Схрон встретил теплотой и уютом. Первым делом направился в оружение, разложил по полочкам добычу. Затем включил комп в гостиной, открыл экселевский файл и занес новые поступления во вкладку оружия. Строгий учет ништяков – второе правило успешного выживальщика. Мелькнула идея погамать немного фар-край, раз уж я за компом. Но усилием закаленной воли прогнал эту мысль. Реальная жизнь, если посудить, намного круче и увлекательней. Я разделся и залез в душ. Мощным напором загудела вода, поднимаясь из подземной скважины. Водонагреватель работает как надо. Горячие струи смывали кровь врагов, пот и усталость. Хорошо, что заморочился санузлом. Выживать нужно в теплее чистоте, чтобы оставаться человеком, когда остатки людского рода окунутся в каменный век. Покончив с водными процедурами, расправил широкую откидную кровать, приглушил свет до минимума и бросил кости на ортопедический матрас. Пелена снов накрыла моментально, став наградой за первый день выживания и заряжая энергией для новых боевых подвигов. Проснулся, как обычно, в 6 утра. За время подготовки и строительства схрона приучил себя к железному режиму. Слишком много всего надо было успеть. И у меня получилось. Как же здесь тихо и спокойно. Нет орущих детей за стенкой, дробящего перфоратора, гула машин на улице. Лишь едва слышно шелестит система вентиляции. Интересно, БП уже наступил или нет? Пока варится пельмени, сделал 200 приседаний и отжиманий, поработал с прессом, послушал радио, переключая частоты. Напряжение в мире растет, но ракеты еще не ринулись стирать с лица планеты города-миллионники. Выходит, я поторопился? Не думаю. В город точно не вернусь. Пережду здесь острую фазу. Если за год ничего не случится, можно сделать вылазку, пополнить припасы. Торопливо прикончив кило пельменей, день предстоит тяжелый, проверил уровень заряда аккумуляторов. Все в норме. Последнее время появились умные батареи Тесла для дома. И я бы их, конечно, прикупил, но, блин, цена... Обойдусь и так. Энергосистема Схрона включает в себя автоматическое зарядное устройство с функцией памяти, литий-ионные батареи, инвертор, ну и сам источник питания, РИТЕК, радиоизотопный термоэлектрический генератор. Классная штука. Можно носки, сушители, варежки. Работает постоянно, хватит еще лет на 10. Когда озадачился проблемой электричества, перебрал много вариантов в интернете. На обычный генератор топлива не напасешься. Фотоэлементы дорогие, заразы. Не очень эффективны в приполярных широтах, да еще демаскируют убежище. Как и ветряк. Но потом вспомнил, на складе нашей фирмы стоит один такой списанный РИТЕК. Уж не знаю, откуда его умыкнул босс и для чего, но хранится он там, сколько я помню. Сделав липовую накладную, я без труда вывез массивный девайс на воровайке. Самое трудное было протащить двухтонную, напичканную ядерным топливом хреновину и установить в схроне. Для этого пришлось привезти бригаду бичей из города. Сенегалы чуть не сдохли от каторжного труда, но за неделю дотащили, используя деревянные катки. Я руководил процессом, прикупив для этого ручную лебедку и два ящика жидкой валюты. Убивать работяг не стал. Привез их в закрытом кузове в газели и также отправил обратно. Так что вряд ли кому проболтаются о моем убежище. Уже собравшись, хлопнул себя по лбу и спустился в оружейную. Надо ж поставить растяжку. Я открыл ящик и достал очередной F1. Жаль, их так мало удалось раздобыть. Осталось всего 11 штук. Зато с патронами для сайги удачно получилось. Я улыбнулся, вспоминая ту поездку за боеприпасами. Московская жара терзала с напором одержимой шлюхи. После прохладных лесов Карелии, где я три месяца занимался строительством убежища, Дефолт Сити предстал филиалом АДА. Незадолго до этой поездки списался с московским комрадом Спауном, который обещал продать большую партию патронов для сайги. У нас в Петрозаводске нет нужного количества, да и продавцы в оружейных магазинах начали поглядывать подозрительно. Вот уж не думал, что так сложно купить 20 тысяч патронов. Неизвестно, сколько продлится грядущий БП, поэтому надо обеспечить себя боеприпасами по полной. На это я опущу остатки средств от продажи бабушкиной квартиры. Впрочем, цену комрад предложил очень интересную. Были у него какие-то подвязки с производителем. Эх, еще бы надыбать где-то гранат. Я записал этот момент в телефонной записной книжке, чтобы не забыть спросить у Спауна. До встречи оставалось пару часов. Я гулял по Воробьевым горам, попивая пивко и разглядывая симпатичных девчонок. Жаль, они все погибнут в ядерной войне, так и не познав тепло моих крепких рук. Но всех не спасти. Поэтому я твердо шагал, сдерживая порывы звериной страсти. Дело превыше всего. Заколебали ППСники, которые то и дело проверяли документы. То ли их настораживал мой камуфляж, то ли тактический рюкзак за могучими плечами, то ли брутальная двухмесячная небритость, то ли холодный беспощадный взгляд моих голубых глаз. Хорошо, что голос разума подсказал не брать в поездку травматый нож. Полицейские, перетряхивающий рюкзак находили только бутылки с пивом, чипсы, нас и запасные трусы с носками. Меня даже хотели забрать в отделение за распитие, но косарь, исчезнувший с жадной ладошки стража правопорядка, решил вопрос. Правда, пришлось натянуть на бутылку Балтики бумажный пакетик. Совсем охренели в своей Москве. Прикончив запасы пива, я поспешил к метро. Предстояло ехать куда-то на северо-запад столицы. Спустившись на экскалаторе, быстрым шагом направился к платформе. С негодованием обнаружил полное отсутствие туалета в подземке. Проклятие. Зачем выпил столько пива? Надо было отлить в кустах. Теперь за такую возможность я готов отдать даже пятихатку. Хотел было сделать это в дальнем конце перрона и уже направился туда, но, встретившись с грозным взглядом очередного блюстителя закона, сжал зубы и передумал. Распихав толпу, я заскочил в подъехавший вагон и ловко приземлил зад на свободное место, опередив бабку с тележкой выцветшим старым пальто. Чтобы не слышать, я унылых проклятий воткнул наушники и включил сектор газа. Несмотря на готовый взорваться мочевой пузырь и бодрый вокал Юрия Хоя, незаметно задремал, чуть не пропустив свою станцию. Если бы сидящая рядом дева не пихнула острым локтем, когда я навалился на нее, так бы уехал в ебеня. Первым делом выбравшись из подземелья, ринулся к синим кабинкам. От вони чуть не вывернуло. Стараясь не дышать, избавился от излишков пива, с тоской вспоминая запах сосновых лесов Карелии. Так, времени осталось немного. Где этот сраный торговик? Пришлось открыть дубль гис в телефоне. Без него б точно пропал в безумном адском городе. Спаун встретил меня на фудкорте. Этот грузный лысый мужик радостно приветствовал меня, на минуту оторвавшись от пожирания крылыша КФС. Угощайся, Саня. Угощайся, Саня, а то что-то я много набрал, всю пасть уже сжег себе. Смешно акое сказал здоровяк. Благодарю, сказал я, присаживая за столик. Это должно помочь залить пожар. Я поставил две панки пива на стол. Вот это в тему. Обрадовался Спаун. Я хоть и за рулем, но с одной банки ничего не будет. Менты у вас злые в Москве. Осторожней будь. Фигня. Нужно иметь к ним подход. Махнул ручище лысый, вскрывая банку. А ты прямо реальный выживальщик. Конечно, у меня и схрон свой есть. Похвастал я, угощаясь крылышками с картошкой фри. Если бы я не знал вашего брата, подумал бы, что ты собираешься устроить небольшую войнушку. Куда тебе столько берут, но пару-тройку тысяч штук для своих нычек. Большой пиздец близок, а я хочу выжить. Пожал плечами я. Ммм, эти разговоры я слышу уже лет пятнадцать. Добродушно улыбнувшись, сказал спаун. Но это твое личное дело. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. У меня все на карточке Сбербанка, предупредил я. Буду обналичивать, как проверю товар. Разумеется, приятно видеть настоящего паранойка. Только обналичивать не надо. Переведешь мне на Сберовскую карту, она привязана к моему номеру. Есть Сбербанк онлайн? Я кивнул. Ну че, поехали тогда, мой склад недалеко. Поехали, сказал я, вытирая руки салфеткой и допивая пивас. Пока мы сидели в кафе, на улице разразился ливень, сверкали молнии, как батареи артиллерии долбил гром. Наконец-то, обрадовался Спаун, хоть польет мои посевы. Что выращиваешь? Давай в машину покажу. Вымокнув до трусов, добежали до ленд-крузера. Нормальный аппарат, сказал я, устраиваясь на огромном переднем сидении. По Москве передвигаться самое то, согласился здоровяк. На обычной пузотерке хрен кто уступит. Ты, Саня, как? Сильно торопишься? Да не, ответил я. Спаун открыл крышку подлокотника и вытащил здоровенное пакетище отборных шишек. Вот. Довольным тоном произнес он. Зацени, какая красотень. Выращена без всякой гидропоники на подмосковной даче. Натуральный продукт. Не то, что это шняга амстердамская. Спаун от души набил трубочку и протянул мне взорвать. Я не стал отказываться, хотя и от пива было хорошо. Горячий, с цитрусовыми нотками дым наполнил легкие. Прикольная штука. Выдохнув, просипел я. Лысый довольно лыбился. Классный у вас тут сервис. А ты думал. Спаун медленно выпустил синий дым. Это у нас называется клиентоориентированный подход. Вырулили на шоссе. Мое сосредоточенное от проблем выживания лицо расплылось в безмятежной улыбке. Даже проплывшие за окном пейзажи химок доставляли удовольствие. А я думал, ты на машине приехал, сказал спаун. На поезде. Как же такую кучу патронов повезешь. Они даже в крузак не войдут. Газель закажу до Карелии. Тут у меня в кармане дзинкнул телефон. На экране светилась напоминалка. Спросить у спауна насчет гранат. Слушай, спаун, а у тебя есть гранаты в наличии? Ну, типа F1 там или РГД? Спросил я. Да ты вообще наголово отмороженный чувак. Захохотал он. Какие гранаты? У меня легальный бизнес. А может знаешь где достать? Я хрен знает. Это надо на военных выходить или на АПГ. У меня в принципе есть кое-какие контакты. О, ништяк. Я обрадовался. Пробьешь для меня эту тему? Постараюсь, но ничего конкретного обещать не могу. Когда подъехали к даче, там уже ждала газелька. Я вызвал ее по дороге. Хозяин открыл ворота гаража и я просто обомлел. На двух поддонах стояли ящики патронов. У меня даже ладони вспотели при виде такого богатства. Я прошел внутрь и распечатал наугад одну из коробок. Достал патрон и внимательно его рассмотрел. Потом еще распотрошил на всякий случай. Вроде все норм, порох нормальный. Беру. Сказал я и жестом показал водили, чтобы тот начал грузить. Давай денежку и они твои. Ухмыльнулся спаун. Стеат 350. В смысле 350? Я аж дрогнул от такой наглости. Мы на 220 договаривались. Извини, я же писал тебе в ВКонтакте. Курс прыгает как саранча. Че я могу поделать? С возвращением в реальность. Если вам понравилось то безумие, что происходило в мире схрона, то обязательно поставьте лайк, сделайте репост и напишите комментарий. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах. саранча. Саранча.